Что ж, теперь пришло время деталей дня. Предаю слово своему коллеге Илья. Добрый вечер, эфир ваш. Спасибо большое, Александр. Впереди у нас полчаса беседы о ключевых проблемах нашей северной жемчужины Ухты. Но прежде должен сообщить вам, что ответы на вопросы, которые мы не успели озвучить в эфире 11 января на личном приеме руководителя Ударского района Николая Жирина, опубликованы на официальном портале района. Все согласно правилам нашей программы. Итак, сегодня личный прием проводит мэр Ухты Магомед Османов. Магомед Нурмагомедович, здравствуйте. Добрый вечер. Это ваш первый личный прием. И, вы знаете, вопросы в какие-либо категории определить не получилось. Очень они разноплановые, поэтому начнем просто с сезонных. Село Кедвово. В школе очень холодно. Дети занимаются в шубах и пимах. Обещание по установке потолочных обогревателей в туалете, это пристройка с выгребной ямой, не выполнено. Планируется ли ремонт школы и возможно ли обустроить школу пристройкой спортзала? Проблему эту мы знаем. Но то, что было предыдущим руководством дано обещание, в любом случае мы их исполнять будем. И в 2017 году планируется закупка обогревателя. Они будут сделаны. Но по поводу спортзала, на сегодняшний день в школе в Кедве обучается 29 учеников. Даже в те времена, когда хорошие, будем говорить, времена, даже в то время этого не было. Поэтому я считаю, что сегодня строительство спортзала нецелесообразно. Но на первый вопрос ответ положительный. Совершенно правильно. Замечательно. А сроки какие-то обозначены по ремонту? В течение первого квартала они будут закуплены, будут установлены. Я понимаю, что это уже поздно. Надо было это делать раньше. Но эта информация была знакома только буквально в конце декабря месяца. Понятно, что в январе были холода и здание замерзло. И когда дети пошли, первый день после праздника пошли на занятия, понятно, было холодно. Вот тогда ко мне этот звонок и поступил. На контроль этот вопрос я взял. Поэтому они будут закуплены и уже будут установлены к началу следующего учебного года. Это 100% они будут. Хорошо. Люди очень ждут. А я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. И нам в первую очередь важны ваши вопросы, заданные именно в прямом эфире. Поскольку вопросы, которые мы получаем через общественную приемную головы, в любом случае будут переданы. Поэтому звоните. Это очень важно. Мы продолжаем с вопросами из общественной приемной. Поселок Сидью. Клуб в поселке, можно сказать, это культурное сердце. Он нам очень необходим. Хотелось бы знать, на какой период запланирован ремонт здания клуба. Вокруг здания видны следы просадки фундамента. Отмозка вокруг здания местами провалилась. Кровля течет. В подвале стоит вода постоянно. Холодно. А ведь в помещении клуба размещены амбулатория, почта, есть библиотека. Несколько помещений отданы в аренду предпринимателям. Как раз в конце декабря, перед Новым годом, у меня была встреча с общественностью поселка Сидью в клубе. Я эти проблемы увидел. То же самое, когда я начал разбираться. Там ситуация такова, что при строительстве самого Дома культуры были отклонения от проектной документации. И фундамент, почему там повело фундамент, потому что дренажные воды, которые идут, они сегодня не уходят с клуба. Они как бы затекают в подвал. Поэтому, естественно, грунты играют за это. Но в течение этого года, даже не в течение этого года, как только наступит благоприятная погода, мы эту проблему решим с дренажем, вывод воды из клуба, из подвала. Но в части окон и все остальное, конечно, это как бы цена вопроса там будет просчитываться реально, что в этом году все будет сделано. Нет, но в течение какого-то определенного времени, может это займет два года, может это займет три года, этот вопрос будет тоже решенный. Хорошо, продолжаем. Наконец-то осенью этого года завершен ремонт спортивного зала школы поселка Сидью. Спасибо огромное. Но хотелось бы знать, когда будет проведен ремонт окон. В частности, замена оконных фрамук, представляющих опасность для детей. Сегодня УКС занимается составлением СМИД и проекта не только по этому зданию, но и по всем учреждениям социальной сферы по муниципальному образованию. Это и школы, это и садики, это и клубы, и спортивные объекты, где сегодня есть такая проблема. Понятно, тоже с вами еще раз хочу повториться, что это не одного года проблема, но они будут решаться. А приоритет будут уже выбирать, там действительно будем ходить, смотреть, где первоочередное нужно. Поэтому я сегодня не готов ответить, будет ли это в первую очередь сделано, но они будут тоже заменены. Но главное, что вы знаете об этой проблеме. И у нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Алло. Слышите, это вас беспокоят жители поселка Шудояк. На сегодняшний день в поселке Шудояк существует лыжная трасса протяженностью полтора километра. Два года назад началось восстановление освещения этой трассы. Установлены столбы и протянуты электропровода. А вопрос такой, какие причины повлияли на остановку этих работ? И когда будет полностью восстановлено освещение лыжной трассы в поселке Шудояк? Спасибо. По этому вопросу могу ответить то, что в ноябре месяце была встреча с Фродынским. Это энерготрейд, который сегодня строил эту трассу. И, если я не ошибаюсь, где-то в конце ноября было подписано постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом о принятии вот этого объекта в муниципальную собственность. В конце декабря получены технические условия на подключение этой трассы. Для этого нужно там еще три опоры поставить. Я думаю, что в ближайший месяц максимум полтора вопрос будет решен. Земля оформляется тоже. Хорошо, сроки обозначены. В нашей программе это самое главное. Продолжаем мы работать в прямом эфире, ждем звонков. И пока продолжим с вопросами из общественной приемной главы. Когда будет решен вопрос с паровозом опасного химического груза предприятия ЗАО СИТЭК? А точнее, когда будет объездная дорога вне населенных пунктов или ремонт отдельной ЖД-ветки? Перед Новым годом у меня состоялась встреча с генеральным директором СИТЭКа. Приезжал он в Ухту. Встреча у нас была, как бы сказать, на очень напряженных тонах мы разговаривали. Только именно по этому вопросу. Даже когда мы обращаемся к ним с просьбой, чтобы обозначили сроки, когда они завозят этот хлор, для того, чтобы мы могли принять какие-то превентивные меры, даже на это мы не получаем от них ответ. Но с его стороны было тоже заверение, что на сегодняшний день хлор не заводится. Это будет где-то конец первого полугодия или начало второго полугодия. Но к этому времени у нас с ним еще должна состояться встреча, подписание какого-то соглашения о сотрудничестве, где-то будет указано. Но по факту на сегодняшний день при строительстве этого объекта и в проекте везде было заложено, что должна быть объездная дорога и подъездные пути. На этом мы будем настаивать и на этой позиции мы будем стоять. Ну да, и продолжать везти, если необходимо, на повышенных тонах, потому что это очень важный вопрос. Мониторит ли в Ухте содержание вредных веществ в воздухе? НПЗ источает неприятный запах до сих пор периодически, правда? Ну вы помните, наверное, в то время эпизод, который произошел в Ухте с выбросом газов, хотя мы так и не смогли определить. Естественно, и НПЗ отрицает, что это у них был выброс. Источник до сих пор не определен. Порядка 20 детей, когда у нас были госпитализированы. Но в свете этого тоже тогда у нас и КЧС, решение КЧС здесь о том, чтобы усилиями и при помощи финансов НПЗ установить два стационарных прибора, которые будут снимать показания воздуха в части превышения ПДК. И на 2017 год, вот сегодня как раз было подписание соглашения, они подтвердили, что на 2017 год у них в бюджете эти средства заложены. То есть мы два прибора в городе будем иметь, которые будут работать в круглосуточном режиме. И это где-то по месту, где они будут стоять, мы будем уже определяться по опросу с гражданами. И начнут они функционировать примерно? Планирую, что это будет где-то в конец первого квартала, начало второго квартала. Хорошо. К последним событиям в Ухте. Ваше отношение к вопросу переименования улицы Довлатова в улицу 70 лет Великой Победы? Знаете, вопрос как бы неоднозначный. Если лично мое мнение, допустим, я как бы не сторонник того, чтобы эта улица оставалась там, но все-таки мы запустили опрос населения. У нас есть обращение Совета ветеранов, у нас есть обращение Общественного совета города, у нас есть обращение Совета ветеранов конфликт, локальных конфликтов. Тоже с просьбой переименовать, то есть отменить постановление на название этой улицы Довлатова. Поэтому вот запустили общественный опрос, посмотрим, какой будет результат. А пока результаты? Ну, промежуточный. Пока промежуточный результат, ну, как бы за то, чтобы отменить постановление о присвоении улицы имени Довлатова. Хорошо. И в этой же тематике правильно ли, по-вашему, что в городе проходил сбор подписей за название улицы в честь Моторолы, погибшего на Украине? Мы получили это письмо с подписями. Просто был у нас, как бы собрали мы общественников. Был как раз инициатор сбора этой подписи на этом совещании или сборе на нашем, которому были тоже даны, на его вопросы были ответы даны. Мы тогда его и предупредили, что мы, как бы, оставляем за собой право посмотреть там, потому что были фамилии, имущества, адреса, там даже на меня телефона были указаны, кто подписывался, что оставляем за собой право порасспрашивать. Но вот из той информации, которая у меня есть, из десяти оброшенных, четверо только подтвердили, что они осознанно подписали этот документ. Поэтому я считаю, что, допустим, это тоже мое личное мнение, что этого делать не нужно. То есть остальные... У нас в городе, в Ухте, много достойных людей, которые, допустим, вложили и труд, и все остальное для того, чтобы сделать Ухту. Действительно Ухту, и поэтому это, как бы, вопрос не сегодняшнего дня. Я вас понял. А вопрос осознанности оставления подписи. Эти люди были введены в заблуждении или подписи каким образом были в таком случае получены? Не интересовался, но по факту из десяти оброшенных, вот то, что вас осознанно, которые поставили подпись, вот такая вот цифра. Да, очень странная ситуация. Мы продолжаем работу. Потому что адреса, по которым я лично сам смотрел списки, это и Вуктыл, это и Печора, это и Сыктывкар, это и Ежва, это даже в Оркута были адреса, которые там, Сосногорск, которые были указаны в вопросном листе. Вот эти были даже адреса. Хотя для меня, допустим, на сегодняшний день, если принимать такое решение, должны принимать это ухтинцы. Ну да. Довольно-таки странно. Мы продолжаем работу в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Магомед Магомедович. Алло-алло. Да-да-да. Значит, вопрос такого формата. По улице Семяшкина между домами 5 и 7 стоят обгоревшие сараи. Они стоят уже лет 5. Вот. Как вы думаете, не сместили их и вместо этих обгоревших сараев облагородить и сделать детскую площадку и огородить это все забором? Вот потому что это центр города, старый центр, ух ты. То есть и там творится непонятно что. То есть куча мусора, обгоревшие сараи, эта вся гора растет, растет с каждым годом. И я думаю, что не мешало бы навести порядок на этом месте. Я записал координаты. Ну и хочу вам сказать одно, что, допустим, на сегодняшний день вы, наверное, слышали тоже, что этот год у нас объявлен годом благоустройства. В том числе и вот по поводу уборки вот этого вот. Ну вы, наверное, помните, мы осенью начали эту работу тоже по поводу вывоза вот этих вот автохлама. В том числе, я думаю, что вот и по поводу этих сарайов тоже будут обходы проводиться. Естественно, они там не должны быть, мы их вывезем. Очистим территорию, части установки на этом месте детской площадки. Это уже надо будет разговаривать с жителями этих домов, готовы ли они сегодня, в сегодняшний день содержать эту площадку. Потому что ее, если поставим где-то на муниципальной земле, то должен человек, люди, которые должны за ним следить, за ним ухаживать. Хорошо, у нас есть еще один вопрос, который прислан на автоответчик личного приема. Пожалуйста. Я из поселка Ярига, Ухтинского района. Один вопрос, первый вопрос такой. Я живу по строителям пять, и рядом с нами дом строительная три, который расселили в 2010 году. Сейчас он пустует, там собирается очень много молодежи, пожары постоянные, бомжи собираются. И был такой случай, даже у нас убили бабушку, сбросили молодежь, камни какие-то. Решается ли проблема по этому вопросу, по этому дому? Уберут ли его, снесут? Когда? Да, потому что очень страшно ходить мимо этого дома. И еще один вопрос. Очень много собак. Это, наверное, проблема обыденная, конечно. Но очень бы хотелось знать, будут ли отлов собак и в какое время? В части здания я был тоже на этом месте, видел все, тоже поручение было дано. На сегодняшний день смета на снос этого здания составляет порядка 15 миллионов рублей. Понятно, что это не маленькие деньги, но что проблема есть, я знаю. Будем смотреть, каким образом можно решить. Такие деньги мы в бюджете не найдем, чтобы сегодня их заложить и завтра их снести за этот дом. Но в любом случае, проблему эту решать будем, это уже посмотрим как. Или мы найдем людей, которые помогут нам в этом отношении, спонсоры, или кого-то найдем. В части отлова собак, вы, наверное, знаете, что эти полномочия переданы нам республикой. И на сегодня выделено порядка миллиона рублей на эти цели. По тем расчетам, которые были нам предоставлены, для отлова одной собаки порядка двух миллионов рублей. Это где-то получается около 500 собак. На сегодняшний день, вот мое личное мнение, и бытная сработа здесь в Тывкаре, я с этим сталкивался. Такое количество собак, я в самом случае думаю, в Ухте их нет, и в том числе и в поселках. Просто те подрядчики, которые на это выходят, они ловят собак, они какое-то время их выдерживают. Потом, в том числе, ну, когда я их приглашал, разговаривал с ними, они говорят, что вот мы их там отдаем кому-то в хорошие руки. Приходит вот такой... То есть они просто у них на передержке. Совершенно правильно. После этой передержки они обратно уходят. Поэтому вот мое мнение, твердое мнение, что этих собак действительно надо уничтожать. Может быть, конечно, звучит цинично, но другого варианта нет. Тоже, когда я их собирал, приглашал, тоже начали, что вот они добрые, там все. Но когда это дело касается, она бывает доброй. Но если кто-то ее ногой пкнул, естественно, тем более дети. И поэтому я считаю, что их надо проводить эвтаназию. И в связи с этим какие-то действия будут предприняты администрации? То есть сам процесс будет меняться? Процесс... Дело в том, что вот есть там приют, как он называется, под них отдано целое помещение, где они будут, если их по закону должны передерживать в течение пяти дней, для того, чтобы, если это хозная собака, чтобы мог человек прийти, забрать свою собаку, если бесхозная, проводить там или какие-то мероприятия, или уколы, или эвтаназию. А вот есть пять дней. Но вот то, что отдали помещение, там они как бы гарантируют, что они будут их держать не пять дней, они будут держать там. Понятно, что больных собак надо действительно. А вот если они здоровые собаки и найдут хозяина, конечно, их надо отдавать какие-то хорошие руки. Я вас понял. Мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. На Юргане продолжается личный прием руководителя Ухты Магомеда Османова. И у нас сразу есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Мы жители города Ухты. Вот мы хотим задать вопрос. По Сидорова-3 будет у нас стройка. Мы бы хотели узнать, по Сидорова-3, что будут строить? Какая стройка? Хотя жильцы всего этого района, мы собирали подписи. Мы против этой стройки. Но все равно стройка будет. И мы не знаем, что против Сидорова-3 будет строиться. Спасибо. Сидорова-3. Я адрес записал. Не готов вам сейчас ответить. Если оставите свои координаты, буквально завтра сообщу, что там планируется будет строиться. Да, если вы еще не положили трубку, пожалуйста, оставьте свой контакт нашим сотрудникам. И вопрос будет включен для получения ответа. Мы продолжаем с транспортной тематикой. Ухта. В городе практически в одном месте сосредоточены поликлинические отделения. Детская физиополиклиника номер 2, Глазной центр по проспекту Космонавтов. А общественного транспорта можно сказать нет. Как планируется решить эту проблему? В части общественного транспорта что нет, я бы, конечно, не сказал. На сегодняшний день то, что сегодня городской маршрут ходит, и ходит по проспекту Космонавтов, там рядом все это находится. Даже если мы говорим, станция Ветлосян, 9-й автобус ходит через эту поликлинику. С Дежнева у нас автобус ходит туда, с Югора у нас автобус ходит туда, то есть я имею в виду даже с поселков. А в части города то же самое, там городской маршрут проезжает по этой улице, останавливается там, поэтому я не вижу тут такой проблемы, которая сегодня вот здесь озвучивается. Ну и по-вашему нет необходимости вводить дополнительный маршрут? Абсолютно. В догонку в эту же тему, когда в городе на остановках общественного транспорта появятся таблички с расписанием движения? Ну, ухтинцы знают, что у нас с 1 декабря был проведен новый аукцион по посадкам, по перевозкам, городским перевозкам, между поселковым перевозкам. Было два лота, на одном выиграли ООО «Доверие», на втором – СТП-1. На сегодняшний день понятно, что в первый месяц были какие-то там вопросы и в части соблюдения графика, интервала движения, все остальное на сегодня, вот эти послепрадежные дни уже усиленно работает Управление жилищно-коммунального хозяйства вместе с этими перевозчиками. Я предполагаю, что в течение месяца до конца января, крайней срок до середины сентября, все это будет налажено, все будет утверждено и графики движения с интервалами на этих самых стендах будут, на столбах будут висеть. В общем, к осени ухтинцы ждите. И к осени. Мы буквально в течение месяца максимум полутора этого вопроса ждем. А, то есть даже не к сентябрю раньше. Великолепно. Еще один телефонный звонок в личном приеме. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, меня зовут Наталья, это басилок Ярига. Я хотела бы узнать, вот у нас на Яриге есть такая улица Первомайская, улица Октябрьская, старые дома. Мы, сколько ни обращались в ЖКХ, ни просили сделать там ремонт. Ремонт в домах не делаем больше 20 лет. В следующем году нашему дому, лично по Первомайской 6, будет уже 40 лет. И дело в том, что и затопили нас в ЖКХ, и все, мы сделали ремонт за свой счет. Хотя, сколько ни обращались, а бесполезно. Я хотела бы спросить, вообще будет какая-то реконструкция наша улица Первомайская или нет? Все-таки улица, реконструкция улицы или ремонт домов? Ну, разумеется, домов. Ремонт домов, ну, вы знаете, да, на сегодняшний день, что есть управляющая компания, есть региональный фонд оператора капитального ремонта. Надо понять, что на сегодняшний день, в какие года ваш дом попал в планы по капремонту. Поэтому здесь я адреса ваши записал, тоже самое выясню, тоже отдам вам конкретный ответ, на какие года он у вас попал, в каких годах у вас будут проводиться капитальные ремонты домов. Хорошо, мы продолжаем с вопросом, весьма актуальным для ряда категорий людей с ограниченными возможностями. У нас вопрос по низкопольному транспорту. Из заявленных трех маршрутов 12, 9 и 112 был закуплен один автобус. Отсюда вопрос, кто это контролирует и как дальше будет пополняться автопарк именно низкопольными автобусами? А вот части того автобуса, который был на 9 маршруте, мы проводили за этот промежуток времени, полтора месяца, пока они у нас работают, мы проводили такой мониторинг. Ни разу человек с инвалидом, с коляской, этим автобусом не воспользовался. Я понимаю, прекрасно понятно, что сегодня у нас и остановочные пункты не приспособлены под тех же инвалидов, чтобы они могли заехать все. Поэтому вопрос такой, но по факту на сегодняшний день конкурс на документации, по которой вот эти вот перевозчики выиграли, четко, ясно указано, что на этих маршрутах должны быть низкопольные автобусы. И они будут. Мы за этим будем следить. Сроки какие-то мы можем, если честно, назвать? Так они с самого начала, с первого дня должны быть на этом маршруте, должны быть автобусы. Хорошо. Дети. Ухта! Когда начнется реконструкция детского парка? Реконструкция детского парка, как такового, понятие, поймите одно, там, на сегодня вот содержание детского парка, не только детского, а взрослого парка, как бы находится в таком неприглядном виде, будем говорить так. Когда в августе месяце я приехал в Ухту, зашел в детский парк, оно по пояс было поросшее аж крапиво. Только одна дорожка там, которая вела в сторону там детской площадки, ну, в такой степени. Когда начал выяснить, почему, ну, естественно, все ссылались, что денег нет, денег нет, не выделяется. Классик. Классик, как всегда. Хочу заверить всех ухтинцев, что с 1 января оба парка, взрослый и детский парк, переданы в оперативное управление специализированной организацией, которую мы все в Ухте знаем, это МОП «Горзеренхоз», где высококлассные специалисты, которые будут и обслуживать эти парки, и содержать их, в том числе, естественно, там какие-то работы, которые будут проводиться, это за счет муниципалитета, будет им возмещать компенсировать их затраты, в том числе и ремонт дорожек и все остальное. Поэтому здесь с этого года, с 1 января, эти оба парка будут закреплены, не будут, вернее, они закреплены за «Горзеренхозом», в том числе и порядка 14 памятных мест, это и Вечный Огонь, и Памятник Пушкин, и все остальное, которые будут они обслуживать. Там действительно высококлассные специалисты, которые там разбираются, и я думаю, что в этом году ситуация с парками изменится. А в части реконструкции, конечно, там это другой вопрос, который не сегодня решается. Да, и последний, насколько я понимаю, телефонный звонок личного приема сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Будет ли строиться какое-нибудь помещение для... А, это слышите? Прекрасно. Будет ли строиться какое-нибудь помещение для ярмарки выходного дня в Ухте? Вроде как обещали года 2-3 тому назад, а оно до сих пор не строится. Зимой, конечно, очень неудобно, холодно стоять в очередях. Спасибо. Я не знаю, кто что обещал, на сегодняшний день у нас есть площадка, выделенная под ярмарку выходного дня, это на проспекте космонавтов. Понятно, что там как бы на сегодняшний день оно неприглядно выглядит, но если все пойдет так, как мы планируем, то к лету там появятся и торговые ряды, где можно будет спокойно претестать торговать не с ящиков, не закрывшись там целлофановой пленкой. Появятся торговые ряды, нормальные цивилизации торговые ряды, появится оператор, который будет этим заниматься. Поэтому я думаю, что к лету этот вопрос мы решим. Великолепно. Вот на этой ноте я предлагаю завершить. Магомед Нурмагомедович, спасибо вам большое, что уделили время. Спасибо вам. Личный прием руководителя УФТ Магомеда Османова завершен. Что касается вопросов, которые мы не успели задать в эфиры, ответы на них в недельный срок должны быть опубликованы на официальном портале муниципалитета. 25 января в этой студии личный прием пройдет с участием руководителя администрации Троицко-Печорского района Ильи Сидорина. Отправляйте вопросы в общественную приемную главу КОМИ группы Юргана ВКонтакте и звоните на автоответчик редакции. Завтра в 8 вечера смотрите детали дня Данила Иванкова. Всего доброго.